Здравствуйте, уважаемые коллеги! Поставьте, пожалуйста, плюсик или зажгите огонек, что меня видно и слышно. Огоньки пошли, это прекрасно! Сегодня у нас с вами коротенький, но полезный вебинар на тему «Искусственный интеллект для работы с учебным контентом». Искусственный интеллект с семимильными шагами все глубже и глубже, все дальше и дальше входит в нашу жизнь, в наши повседневные будни и приходит нам на помощь во многих, совершенно многих отраслях. В данном случае мы рассмотрим несколько инструментов, несколько бесплатных инструментов, которые позволяют упростить работу при подготовке тех или иных учебных материалов. По отзывам, инструменты действительно прекрасные, инструменты полезные, и мы сегодня в пошаговом режиме рассмотрим их, все ссылки дам. Два инструмента совершенно бесплатные, один, назовем его условно-бесплатный, он требует незначительной оплаты, но не за пользование сервисом, а непосредственно за результат работы, которую мы делаем. Но стоит это буквально копейки, я думаю, что с этим трудностей не возникнет ни у кого при подготовке той или иной работы. Мне нечасто приходится вести курсы по искусственному интеллекту с применением персонального компьютера. Чаще, как Татьяна сказала, это мобильный телефон. Вот буквально в субботу у нас стартует курс мультимедийной студии в кармане, где мы учимся создавать фото, шикарное видео, анимированной презентации, даже писать авторскую музыку без знания нот. Если кому-то кажется, что это сложно, на самом деле все легко и просто, достаточно иметь айфон в кармане и ничего более. Один палец, один айфон и незначительный багаж знаний позволяют это все сделать. Программное обеспечение помогает в этом легко и просто. Вот ссылочку дам. Если кому интересно, присоединяйтесь к нашей группе. Очень полезный курс по отзывам предыдущих групп. Они получили много нового, и это стало действительно полезно. Ну ладно, будем потихонечку переходить к сегодняшней теме. Запущу следующий слайд, что мы сегодня рассмотрим. Сегодня у нас будут три инструмента. Первый инструмент помогает нам перевести речь в текст. Второй сгенерировать текст. И третий перевести текст в речь. Для чего это нужно? Часто при подготовке научных работ, презентаций и прочего, что связано с образовательной деятельностью, требуется из интервью, из видеоролика, чтобы не переписывать, не перепечатывать это все вручную, перевести речь спикера в текст, который позднее можно отредактировать. Кстати, генерацию можно осуществить также не вручную, а при помощи чат-бота GPT. Думаю, многие слышали. Вот сегодня мы рассмотрим такой чат-бот GPT, причем GPT 4.0 это современнейший бот. Там единственное, есть ограничение по России, так как он попал под санкции и недоступен в России, но есть хитрый обход, он запущен в Телеграме. Для этого необходимо установить Телеграм, если кто не пользуется, запустить чат-бот и использовать совершенно бесплатно до 10 запросов в сутки. Если требуется больше, ну, можно завести несколько аккаунтов в том же Телеграме и использовать это, в общем-то, без ограничений. Кто-то использует Алису, кстати, если не знаете, то Алиса запустила уже GPT. Кстати, вот Алиса уже вылезла, спасибо, не нужно. Запустила GPT, но там GPT основано на тройке, он чуть отстает, GPT 4.0 это, конечно, более современно, более новый и современный хорошо. Сейчас рассмотрим это все подробненько. И дальше, как можно перевести текст в речь. Если нам нужно озвучить презентацию, озвучить видеоролик или просто прикрепить какой-нибудь аудиофайл не своим голосом, а условно-дикторским, то искусственный интеллект нам и в этом помогает легко и просто. Буквально там за копейки все это мы рассмотрим, что там сколько стоит и как это делается. Давайте перейду. Походу я буду вам давать ссылки на эти инструменты, чтобы вы могли их использовать по мере необходимости. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, то непосредственно в чат, прям походу пишите, будем останавливаться, рассматривать эти вопросы. Но думаю, их не возникнет, так как тут все легко и просто. Сейчас для наглядности я включу демонстрацию своего экрана, и мы по всем этим инструментам уже пройдем. То есть у нас получится такой своеобразный мастер-класс. Мы сейчас походу будем, как современным модным словом говорить, пилить контент. Так, запускаю демонстрацию экрана, весь экран. И соответственно, так, дать, дать, поделиться. Те чаты, телеграм, что поминали для обхода. Очень интересно. Конечно, конечно, все, все рассмотрим, все ссылки, попробуйте. Уже сегодня начнете этим пользоваться. Так, окно. Экран, что у меня, он держится. Вот так. Запустился. Я его, к сожалению, не вижу. Программа, сервис, вебинарная комната так работает. Поэтому поставьте, пожалуйста, огоньки или плюсики, что мой экран вам видим. И мы можем так. Огоньки пошли. Все замечательно. Значит, я отсюда временно выхожу и перехожу к непосредственному показу. Первый инструмент, который мы с вами рассмотрим, будет вот такой вот бесплатный конвертер речи. Ссылочку сейчас я вам на него дам в чат. Вот ссылочка ушла. Можете запускать, можете пробовать. Что это такое? Это конвертер по преобразованию нашего аудио... Так, где он у меня? Вот. По преобразованию аудиофайла в текст. У меня подготовлен аудиофайл. Вот, давайте. Вообще для меня бардовская песня, это в первую очередь, это умные стихи, положенные, может быть, на нехитрую, новую, может быть, какой-то нехитрой музыке. В общем, это фрагмент интервью, который был записан буквально тут на днях с одним известным бардом, уральским бардом. Ну, не суть, какая аудиозапись, просто она у меня попалась под руку, и мы ее сейчас используем в качестве примера. Так, 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 так. Вот не совсем удобно вот это все. Плюс вижу, но в розовом цвете. Да. Так, все ли видят это в розовом цвете? У меня вроде как отображается хорошо, все нормально видно. Если у вас возникли какие-то трудности с изображением, попробуйте перезагрузить данное приложение. Иногда такое бывает. Возможно, это связано со скоростью интернета, возможно, еще с какими-то там багами, но попробуйте перезагрузиться, и, скорее всего, у вас все пойдет. Если же нет, то сможете посмотреть в записи то, что мы сейчас, в принципе, тут в реальном времени снимем. Буквально сегодня-завтра видеозапись будет доступна. Итак, возвращаемся сюда. Вот, запустив данную программу, тут все совершенно просто. Она бесплатная. Так как сервис бесплатный, иногда бывают какие-то складываются тормоза, но этого не стоит бояться, все-таки нам качество важнее, чем скорость. Итак, что нужно сделать? Это всего-навсего выбрать файл. Вот с устройства выбираем файл. Он у меня на рабочем столе, подготовленный. Вот пример речи, фрагмент интервью. Открываем его. Он начинает загружаться. Вот он уже подгрузился. Файл коротенький, 3 мегабайта всего. Далее нам необходимо выбрать исходный язык файла. Конечно, можно воспользоваться автоматическим режимом, но рекомендую установить великий и могучий русский. Ну, или тот язык, на котором было записано ваше интервью. Далее выбираем целевой формат. Ну, нас устраивает TXT. Тут еще есть SRT. Ну, пусть будет TXT. И нажимаем на кнопку начать. Собственно, все. Больше не требуется ничего. Сейчас пройдет несколько буквально секунд-минут. И надеемся, что чудо произойдет, и наша аудиозапись будет переведена в текст. Кстати, вот уже все. Вот оно перевелось. И нам, что остается сделать, это на кнопку скачать, нажать. Естественно, так как не у каждого спикера четко поставленная речь и достаточное количество слов-паразитов, программа может не всегда корректно отображать те слова, словосочетания, там, слово-выражения, которые спикер произносит. Но, тем не менее, все очень-очень похоже. Вот мы видим, как у нас все это дело отобразилось. Далее мы можем взять прямо здесь же в блокноте или скопировать в текстовый редактор и отредактировать то, что у нас есть. Использовать по полной программе. Но мы пойдем дальше. Мы не будем с этим ничего делать. Так, вот у меня сразу вопрос сюда в чат. Все ли понятно по данному сервису? Стоит ли на нем еще заострять внимание или мы идем дальше? Если понятно, поставьте плюсики, зажгите огоньки. Если непонятно, то напишите, что нужно повторить. Может быть, кто-нибудь подошел к нам не вовремя. Все понятно. Замечательно. Как изначально и полагал, что вопросов с этим не будет, потому что есть две кнопки и запутаться здесь совершенно не в чем. Перепробовал огромное количество вот таких переводчиков. Вот этот мне понравился больше всего, потому что он простой и перевод с него вполне себе корректный. Что мы можем делать дальше? Вот теперь давайте вот, 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 вот. Тот самый, сейчас я его вам сразу дам сюда же в чат. Это Telegram-бот. Нажимаете на него, он вас пересылает в Telegram и запускает в свою вот эту вот группу, в свое сообщество. Повторюсь, он совершенно бесплатный. Единственное ограничение 10 запросов, 10 промтов, по-моему, в сутки. Может быть, расширяют они там, вот, что-то еще. Пользуюсь им достаточно давно. Изначально на нем было меньше возможностей. На сегодняшний момент он растет и растет. Напишите, пожалуйста, в чат сюда, знакомы ли вы вообще с GPT, и пользуетесь ли вы им. Если да, то напишите да, если нет, то напишите нет, чтобы мне понимать, на каком языке мы сейчас будем общаться, все ли понятно. То есть, вот уже пошло нет, нет, нет. Но большинство все-таки да. Но, тем не менее, так как у нас люди с разной базой находятся здесь, давайте начнем с АЗОВ. Что такое GPT? это генератор текстов, назовем так попроще, генератор текстов, основанных на искусственном интеллекте. Мы задаем данному ресурсу промпт. Промпт – это задание. Задание или постановка задачи. От правильности постановки нашего промпта, нашей задачи, нам будет выдан итоговый и конечный результат. Сейчас мы рассмотрим несколько примеров. Естественно, что вот за несколько минут я не могу вам рассказать и научить, как правильно пользоваться GPT, это заслуживает целого курса, но буквально вот за несколько минут постараюсь рассказать основы, как вы сегодня же уже можете это применять в своей работе. итак, запускаем по данной ссылочке так, можно ли использовать записи YouTube для передачи текста сопровождающего видео. Конечно, можно. Единственное, вам необходимо будет сделать следующее. В YouTube при помощи стороннего сервиса скачать не видеоролик, а скачать только звук с этого видеоролика, что позволяют сторонние сервисы это позволяют. Просто поисковик забейте, как скачать звук с YouTube, вам выйдет несколько сервисов, закидываете ссылку и вам скачивается непосредственно вот только аудиофайл, аудиофайл закидываете в этот ресурс и получаете конечный результат. Но в YouTube, да, уж по ходу дела, в YouTube появилось замечательное, вернее, не в YouTube, а у Яндекса появилась замечательная функция. Если вы пользуетесь Яндекс.Браузером, то вы из-под Яндекс.Браузера открываете YouTube и у вас появляется кнопка перевести или пересказать. Вы можете нажать на эту кнопку пересказать и вам текстовый файл в пересказанном в укороченном режиме тут же вылезет в течение нескольких секунд. Очень удобная функция. Кстати, там же в Яндексе есть такая же кнопка перевести. Если ролик на иностранном языке, можете перевести на русский и слушать его прекрасно на русском языке. Искусственный интеллект на сегодняшний момент и с этим справляется. Дополнительно ничего устанавливать не нужно, просто из-под Яндекс.Браузера запускаете YouTube и все появляется само. Есть ли ограничения по объему аудиофайла? Честно скажу, не могу сказать, не касался каких-то сверхдлинных, сверхогромных там часовых аудиофайлов, но по крайней мере все, что не подпихивал данной программе, все происходило. В крайнем случае, если возникнут сложности, аудиофайл всегда можно порезать. В этом нет никаких сложностей или стандартными приложениями, или существует масса онлайн приложений, также поисковик на это все ведет, где можно вкинуть аудиофайл, показать ему на сколько кусков порезать, он это порежет. Или вот как мы на курсе делаем, мы это делаем при помощи телефона, там совсем все просто, нажали и все само режется. Итак, вкратце сказал, что такое GPT, теперь давайте посмотрим, как это работает. Вот он у меня, я зашел по ссылке, он у меня отображается, нам необходимо открыть приложение, вот оно открылось, вот так вот оно отображается, обыкновенный телеграм-канал, казалось бы, ничего тут сверхъестественного, на самом деле так и есть. Вот кнопочка меню нажимаем, и первое, что нам необходимо сделать, это вот нажать старт, ну у нас он уже по-моему нажат, но вот стартанули. И теперь мы можем выбрать вот GPT-роли, например, выбираем и что нам нужно, антиплагиат, сценарист, историк, другими словами, от чьего имени искусственный интеллект будет нам создавать, изменять вот этот текстовый контент. Ну мы выберем для начала обычный, тем простым рабочий-крестьянским языком, которым мы в обычной жизни разговариваем. Он, кстати, у нас что-то не дает, буквально до недавнего времени он давал, а, он у меня уже запущен, прошу прощения, я-то им пользуюсь регулярно, поэтому он у меня уже запущен. Если у вас этого не будет, то вот нажмете обычный и все у вас получится. Вот сюда нам достаточно ввести текст и запрос. Кстати, GPT обучаем. Поначалу, в первые, в первые разы вашего использования, возможно, он вам будет выдавать не совсем корректные, удовлетворяющие вашим потребностям запросы. Но по мере его использования, чем больше вы его будете пользоваться, он тем больше будет обучаться и тем самым уже выдавать более правильные ответы, которые вас устраивают. Он уже адаптируется под ваш стиль, под ваш язык, общение и так далее. Ну вот давайте сейчас мы вернемся, где вот он у меня, этот файлик, который мы с вами открыли, вот, который у нас получился с аудиофайла. Вот давайте его возьмем, чтобы нам его не корректировать, копировать. Скопировали. и вот здесь вот в телеграмме, где у меня телеграмм, вот, здесь в телеграмме вставляем этот текст, а перед ним задаем самый простой промпт, самую простую задачу ставим. Перепиши текст. Две точки. Это примерно вот так работает. Вот это наш промпт, перепиши текст, то есть мы говорим GPT, перепиши текст, который мы тебе предлагаем дальше. Нажимаем на кнопочку, ждем несколько секундок, может быть минутку это займет, так как он бесплатный, тоже на нем бывает притормаживает, но как правило работает все это достаточно быстро. Вон почему-то тут на каких-то букв, ну и о, удивительно. Он у меня на какой-то наверное тут что-то, что-то я тут наверное намудрил с языком, видимо, да, он у меня на каком-то тут украинском языке начал выдавать. Сейчас проверим. Настройки, настройки язык интерфейса русский. так, сценарист. Язык интерфейса русский. г-5-4-0, да, вот здесь необходимо установить г-5-4, надеюсь, все пошло. Попробуем задать импромт. Напиши статью на тему... Вот примерно вот так. Напиши статью на тему важности и удобства применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Это вот такой вот запрос-промт. Его можно, конечно, актуализировать, например, через запятую, прописать ему, учти, что то-то, то-то, то-то или дополни тем-то, тем-то, тем-то. Он это все понимает. Вот давайте попробуем, что у нас получается. Ваш дневной элемент GPT-4 запросов исчерпан. Если у вас премиум подписка, лимит обновится завтра. Вот здрасте. На самом интересном месте у нас все это дело навернулось. Видимо, я его настолько активно использовал, что он у меня суточный лимит исчерпал. К сожалению, показать вам ничего не могу. Покупать премиум не хочу. Как повторюсь, 10 запросов он вот, видимо, я их отработал за эти сутки. Ладно, перейдем сейчас к другому альтернативному варианту. Ну, в общем, в эту ссылку себе в любом случае скопируйте. Она будет вам крайне полезна. Так, давайте вернусь сюда. Такая вот печалька вышла. Есть ли отличия? Не могу сказать, не пробовал, что это такое. Ну, давайте попробуем. Кстати, вместе с вами, что это такое. Что-то вообще застрял, не открывается. Итак, ладно. Понятно ли то, что я показал? Вы это попробуете самостоятельно. У вас все получится с первого раза. Вот, к сожалению, в происке мирового империализма. Мой лимит исчерпан. Совершенно было неожиданно. Вроде я им тут неактивно пользовался. Но вчера тут пришлось писать несколько статей. Несколько озвучек для видеороликов. И, видимо, так вот неожиданно для себя этот лимит я исчерпал. Придется ждать теперь окончания суток, чтобы все это дело повторить. Но, думаю, трудности у вас с этим не возникнут. Как альтернативный инструмент, конечно, более слабый, но уж для примера, коль у нас с этим не получилось. Попробуем следующее. Заходим в Яндекс.Браузер. И у нас есть вот такая вот кнопка Алисы. Нажимаем на нее. И как потом ощущения? Алиса с нами уже заговорила. Спасибо, не нужно. Вот давайте сюда тот же самый промт забьем. Конечно, Яндекс работает гораздо слабше. Но, тем не менее, вот мы видим, как на наших глазах все это происходит. Это совершенно бесплатный ресурс, и количество запросов здесь не ограничено. Для этого, повторюсь, заходите в Яндекс.Браузер или просто в поисковик, забиваете Алиса, давай придумаем. Сейчас вот она работает в пробной бета-версии. В ближайшее время, думаю, ее переведут на GPT-4. Пока это GPT-3. Но, по крайней мере, она вот отработывает. То есть за несколько секунд, за несколько минут мы получили какой-то готовый результат. Так что даже читать не будем. Как есть, так и есть. Скопируем его отсюда. Понятно ли, как пользоваться Алисой? Опять Алиса, вот голосовой помощник выходит. Если у кого-то именно будут трудности с GPT, повторюсь, что чат GPT в Телеграме, он более качественные результаты выдает. Алиса более слабая, но... Спасибо, Алиса. Но для того, чтобы перебиться, можно воспользоваться и ей. Вот мы сейчас взяли и сгенерировали какой-то текст. Также мы в нее можем, наверное, попробовать и то, что у нас получился вот этот текст с перевода аудиозаписи. Давайте попробуем. Перепиши текст. Перепиши текст. И ошибки, которые в этом тексте присутствовали. Для меня бардовская песня, в первую очередь, это умные стихи, которые ложатся на простую музыку. Вот видите, прямо на ваших глазах в реальном времени нам откорректирован текст, который был переведен нами с аудиозаписи. Если нам нужна непрямая речь, то здесь все это дело отлично работает. Можем, наверное, даже... Давайте попробуем... Возьмем ему... Дадим задание. Или не так. Напиши в статью... На основе текста. У вас при первом запуске, возможно, так не получится, потому что у меня что один, что второй, повторюсь, они уже обученные, они уже адаптированы под меня, под мои потребности. Но потратите на этом небольшое количество времени. Вот видите, у нас уже тут статья пишется. На тему бардовской песни. Ну, вот она дальше, дальше, дальше. Это уникальное явление. В общем, неважно, читать не будем. Но вот видите, уже тут даже Владимира Семеновича, Булатшаловича, она написала. Интеллект работает. Интеллект работает по полной программе. Итак, давайте теперь возьмем какой-нибудь из текстов. Фрагмент, чтобы много. Ну, вот столько возьмем. Нам будет это достаточно. Так, еще раз задам вопрос. Все ли понятно, потому что показал, как использовать GPT. Понятно, что это все беглообразно, но пробуйте, моделируйте вот эти вот запросы. Например, если вы хотите написать какой-нибудь пост для социальных сетей о том, что вот сегодня там в школе, например, прошло такое-то мероприятие. Вы ему просто непонятно, как аудио в текст перевели. Повторим. Если непонятно, использовали. Вот такой ресурс. Ссылка на него находится в чате выше. В конце все ссылки повторю еще раз. Кладете сюда свой аудиофайл и получаете текст. Все очень просто. Видимо, вы, наверное, подошли не сначала. Придется вам посмотреть в записи или самостоятельно. Тут воспользуюсь. Там всего-навсего одна кнопка. Итак. Итак, и так, и так. Где мы здесь? Смотрите, как спать. Если вам нужно... Отвлекся. Если нужно написать о каком-нибудь событии школьном. Сегодня праздник прошел какой-то, посвященный 23 февраля. Вы можете прямо обыкновенным русским языком, простыми черными русскими буквами дать ему запрос. Напиши пост для ВК, для одноклассников, для телеграмма о том, что в такой-то школе прошло такое-то мероприятие. Он все напишет. Если вам нужно конкретизировать, что присутствовали такие-то там гости, тот-то сказал тот-то, тот-то отметил это, то вы можете через запятую или через точку самой простой командой учти, что и дальше, что он должен учесть. Ну, например, так. Ну, или по-другому как-то. Чем вы более правильно скорректируете, вернее, сформируете ваш запрос, тем более корректный ответ вы получите. Также вы можете в запрос написать добавь смайлы, добавь хэштеги. Он сам все это сделает. Полностью выдаст готовый результат, который вы возьмете и мгновенно поместите в ваши социальные сети. Если же нужна какая-то научная работа, я пробовал писать, составлять программы, учебные программы по пунктам, по дням, прекрасно справляются. Единственное, приходится сделать сначала общий план, а потом уже каждый из пунктов разбивать на подпункты, пробуйте, у вас все получится. Штука действительно умная, ну, где-то приходится ее править, но в основном результат, в большинстве случаев, результат используется, взяли, скопировали, слово даже поправить нет необходимости, все совершенно замечательно отображается. Итак, подходим к третьему инструменту. Вот он называется RobiVox. Это наша отечественная разработка. Работает следующим образом. Можно в бесплатном варианте тут что-то нагенерировать, но я пользуюсь платной версией. Вот давайте сейчас войдем, тут все очень просто, входим через Google аккаунт, и вот он здесь есть. Вот у меня на балансе, заметьте, 201 рубль 57 копеек. Когда-то, я не знаю, несколько месяцев назад я положил, по-моему, 300 рублей, и вот за несколько месяцев мне удалось немыслимыми усилиями, озвучив массу, массу материалов, потратить аж 100 рублей. Если на озвучку дикторским голосом на эти 100 рублей не сделаешь ровным счетом ничего, то здесь у меня это озвучивалось в течение нескольких месяцев. Смотрите, как это работает. Все очень просто. Ссылку сейчас сдам, сейчас вот сюда текст вставлю. Вот, это текст, который мы с вами скопировали, если помните, это нам ИИ написал текст по искусственному интеллекту. Вот давайте я вам ссылочку в чат продублирую. Вот, как просить Алису перевести аудиозапись в текст. Ответ очень простой никак. Для того, чтобы перевести аудиозапись в текст, мы с вами использовали совершенно другой ресурс. Алиса умеет многое, но вот опять она выскакивает. Она умеет многое, но уже не настолько. Скажите, пожалуйста, если необходимо получить ответ в виде определенной таблицы, нужно ли ее описывать при запросе или можно загрузить готовый шабрлон в виде файла. Не могу сказать, не пользуюсь таблицами, никогда не пользовался, поэтому использую GPT исключительно для других целей и задач, поэтому сказать не могу, поищите ответ в интернете, возможно, вы его получите. Никогда не касался таблиц, просто не мой профиль совершенно. Ну, возможно, это и умеет. Вообще, повторюсь, что GPT это настолько мощнейший инструмент и работа с ним требует определенных знаний и умений. То, что я вам сейчас показываю, это верхушки, это только азы для того, чтобы можно было начать с этим работать. А так, вообще, это требует подробного, глубокого изучения, чтобы результат вас удовлетворял полностью, и этот результат был максимально-максимально полезен. но даже не умея пользоваться, если вы непосредственно сейчас дадите какой-то запрос, вы получите достойный результат, на основе которого можно уже или дорабатывать этот сгенерированный текст, или его использовать в том виде, в котором он дал. так, итак, ссылку я туда, по-моему, дал или не дал, нет, а, дал, RobiVox, вот ссылка находится у нас чуть выше. Да, запись вебинара будет, она будет буквально через день, через два, поэтому вы все это внимательно посмотрите, все это изучите, и вам все будет понятно. Вот смотрите, мы с вами добавили текст вот в это окно, у нас есть язык, естественно, русский, скорость, мы можем выбрать или быструю, или медленную, нам система это позволяет, и у нас есть несколько вариантов голосов, вот давайте их прослушаем. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, амурский тигр. По-моему, прекрасные голоса. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, естественно, они несколько отличаются от... В России живет самая крупная в мире хищная кошка, амурский тигр. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, от живого человека они, естественно, отличаются, но качество этих голосов в мире хищная кошка качество голосов такое, что, в общем-то, оно поражает, а буквально через полгода, через год это, наверное, совсем будет на другой уровне. В России живет самая крупная в мире хищная кошка, вот здесь вот такое количество. В России живет самое крупное в мире. Причем голоса, отмеченные про, это более дорогие голоса. Но мы сейчас это увидим, в чем их разница. Вот которые без про, это более дешевые голоса. Разница у них раза, наверное, в два. Ну вот, чтобы нам озвучить вот этот текст при помощи Филиппа, дорогим голосом, это стоит 7 рублей 99 копеек. Представляете, за 7 рублей нам Филипп готов вот это озвучить. Диктор бы с нас попросил, ну, рублей, наверное, 500. А здесь 7 рублей и никого в очереди. Вот давайте включим Джейн, например. А Джейн нам вообще готов за 4 рубля озвучить. Или вот Эрмил, тоже готов за 4 рубля. Ну, пусть будет Джейн. Так, возможность удобства применения. Вот здесь что-то у нас пропустилось. Вот давайте не будем ничего менять, как есть, как там выдан результат. Так мы его попробуем озвучить. Если у нас на некоторые слова ударение неправильно падают, то необходимо поставить перед ним плюс. Ну, например, вот давайте для примера. Вот вначале просто допишем. Замок. Точка. И замок. Ну, это слова к теме не относятся, это просто нам для примера. Если мы хотим поставить ударение на замок, мы ставим плюсик перед ударной гласной. Если мы хотим, чтобы у нас получился замок, мы, соответственно, плюсик ставим перед другой ударной гласной. Так же мы можем добавить паузу. Например, так он у нас скажет. Важность и удобство применения искусственного интеллекта в работе передавателя. Если мы хотим вот сюда поставить, например, сделать какую-то паузу, вот она нам необходима, то мы ставим сюда паузу. Вот видите, она у нас появилась. И он, соответственно, нам прочитает уже с паузой. Ну, давайте весить его не будем. Озвучивать он получается длинным. Удалим часть. Вот оставим небольшой вот такой вот фрагмент. Вот рубль 77. Нажимаем «Синтезировать речь». Проходит несколько секунд, и наша речь синтезирована. Слушаем. Замок. Важность и удобство применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Новые горизонты в образовании. В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью искусственный интеллект и становится мощным инструментом в руках педагогов. Ей открывает новые горизонты в образовательной сфере, предоставляя уникальные возможности для оптимизации и совершенствования образовательного процесса. Вот такой вот у нас получился пример. Давайте теперь ради интереса потратим еще несколько рублишек. Вот, ну пусть нам Филипп озвучит. Замок. Замок. Важность и удобство применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Новые горизонты в образовании. В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, искусственный интеллект ИИ становится мощным инструментом в руках педагогов. ИИ открывает новые горизонты в образовательной сфере, предоставляя уникальные возможности для оптимизации и совершенствования образовательного процесса. Вот, собственно, вот так это работает. Вот здесь можно эту паузу убрать. Она нам лишнего важности. Вот здесь давайте поставим паузу вот здесь. И озвучим, ну еще давайте кем-нибудь. Вот Эрмил, пусть нам озвучит Эрмил. Синтезируем речь. Рубль 77. Замок. Важность и удобство применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Новые горизонты в образовании. В современном мире, где технологии развиваются с... Ну и так далее. В общем, вот. Все легко, просто и, на мой взгляд, вполне себе достойно. Замок. Замок. Важность и удобство применения искусственного интеллекта в работе преподавателя. Таким вот образом можно озвучить любой учебный фильм. Таким образом можно озвучить любую презентацию. Да, голос слегка. Есть роботизированные оттенки. Но это не настолько критично и не настолько важно. Порой мы сами говорим гораздо хуже, чем эти голоса. Тем более мы стесняемся, начинаем подбирать слова. А здесь все очень просто. Озвучили, включили. Презентация пошла. Так, возвращаюсь сюда. Останавливаем, соответственно, наше вещание. Можно ли озвучивать англоязычный текст? Конечно, можно. Там выбирается язык, который необходим. Программу откроете, увидите. Есть английский, турецкий, казахский, арабский и так далее. Итак, у кого есть какие вопросы по данным трем инструментам? Думаю, что все тут вполне понятно и доступно. Сейчас я вам еще разок, так как ссылки уже убежали, продублирую их еще раз. Вот они, ссылки. Сохраните их отсюда и используйте с пользой для дела. Какие вопросы есть, слушаю вас. Готов на них ответить. Если кому-то что-то непонятно по использованию данными ресурсами, сейчас мы это... Как происходит загрузка текста? Просто скопированный текст. Туда вставляем, как в обычный редактор. Никак не загружаем его. Берем, скопировали и вставили в окошко. Как обычный текст. Выбрали, нажали кнопку скопировать, поставили в окошко, нажали кнопку вставить. Все как везде, все как всегда. Никаких дополнительных сложностей, трудностей здесь не появляется. В какое окошко? Так. Хорошо. Покажу специально для вас, в какое окошко. Не вижу никакой специфики для преподавателей. Это может любой пользователь использовать для любых целей. Ну, конечно, на автомобилях тоже ездят не только преподаватели, на автомобилях также могут ездить кто угодно. В данном случае речь идет о трех полезных инструментах, которые полезны совершенно в разных отраслях, как, я не знаю, контент-менеджерам, как руководителям каких-то проектов, так и преподавателям. В большинстве случаев у преподавателей встает вопрос, рано или поздно, по преобразованию одного типа контента в другой контента. Вот как раз мы с вами вместе это рассмотрели сейчас очень, думаю, наглядно. Если это каким-то образом вам не подошло, или вы считаете это не так, ну, не знаю, ничего не могу сказать. Так, 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 давайте еще раз. Сейчас запущу показ экрана. Вот языки выбираются вот здесь, а текст вставляется вот сюда. Вот мы его берем, текст где-то. И вот сюда вот просто-напросто мы его берем и вставляем. Вот в это окно вставляется текст. И дальше он синтезируется. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос, или я не так этот вопрос понял. Так, еще раз пользуюсь случаем, хочу пригласить вас на приближающийся курс. Мультимедийная студия в кармане. Вот по ссылочке. По ссылочке можете перейти, ознакомиться с тем, что там будет представлено. Так, ограничения для... Масса дикторов. Не знаю, что это за сервис. Я перепробовал огромное количество озвучек. У меня товарищи этим занимаются профессионально. И вот данный ресурс, данный сервис выдает самые качественные голоса с самой четкой дикцией. Не знаю, мне не попадало... Лучшего мне не попадалось. Дешевле, даже бесплатное может быть есть, но качество голосов настолько отвратительное, что они не идут ни в какое сравнение. Данный ресурс, именно по соотношению цена-качество, это оптимальный вариант из всего, что только перепробовал. Перепробовал, ну, наверное, десятка-полтора, это точно. Всяких разных. Тесты проводили. Мы, наверное, неделю сидели, это тестировали. Разные сервисы с одними и теми же... Результаты, по крайней мере, это вот, ну, мое убеждение. А так вы вправе, конечно, использовать любой, который вам больше нравится. Итак, в двух словах скажу еще о курсе. Если кого-то заинтересует большинство вопросов, которые касаются создания мультимедийного контента, рассматриваем на курсе. Если интересно, приходите. Будет максимально полезно. Узнаете много нового, владея телефоном и держа его у себя в кармане. Даже большинство не подразумевают, что с ним можно делать. Телефон творит чудеса. Кстати, переводы и текст переводить с фотографии в реальный текст, а также переводить его на любой язык. Телефон умеет нажатием одной кнопки. Не нужно никакого дополнительного софта. Нажали кнопку, оно тут же сразу сделает. Телефон творит чудеса. Телефоны на сегодняшний момент гораздо превосходят по многим функциям, по удобству использования, превосходят ПК. В них это все зашито. Он сделан на благо человека. К сожалению, не все этим умеют пользоваться и даже не задумываются о том, что у них есть под руками. А так... Так, Яндекс тестировали. А что Яндекс? Что конкретно вы имеете в виду под Яндексом? Яндекс. 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 Ссылочки. Я уже перешел, умудрился тут одним глазком глянуть. Да, очень хороший, качественный звук. Обязательно его сейчас потестирую, покручу, поверчу. Большое спасибо за подсказку. Не помню, входил ли он именно в тот список, который мы проводили по тестам. Но, вот, кстати, да, вот Геннадий дал ссылочку. Обратите на нее внимание. Вот на первый взгляд, первое, что я сейчас услышал, мне очень понравилось. Большое спасибо. И так, и так, и так, время у нас подошло к концу. Если вопросов никаких нет, будем прощаться. Надеюсь, что был вам полезен. Если что-нибудь из этих инструментов вы будете использовать в повседневной жизни, буду, буду очень рад. Вот, ждем всех желающих на курсе Медийной студии в кармане. А так, до новых волнующих встреч. Надеюсь, что более расширенный курс или вебинар как-нибудь проведем, потому что на сегодняшний момент у искусственного интеллекта огромные, огромные возможности и огромный потенциал. который действительно заслуживает нашего внимания, потому что он помогает нам ежедневно. Большинству. Если кто с этим еще не знаком, немедленно, немедленно, быстренько осваивайте, потому что за этим будущее, за этим все завтра. Так что всем всего доброго. До новых встреч. Пока. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова